Смертельно опасная поза для сна. Давайте разбираться, есть ли такие позы. И в самом конце этого видео я вам покажу идеальную позу для сна с позиции китайской медицины. Меня зовут Систанова Тамара, и я более 25 лет занимаюсь лечением самых различных заболеваний, используя акупунктуру. Сон — это период времени нашей жизни, когда мы не можем контролировать своё подсознание. Если в течение дня мы понимаем, что нам что-то надо одёрнуть, где-то держать лицо, где-то ничего лишнего не говорить, с кем-то быть приветливым, с кем-то нет, то есть мы держимся, то во сне подсознание отключается, и мы становимся такими, какие мы в настоящий момент. Подсмотрев на то, как спит человек, можно сделать какие-то выводы о его эмоциональном состоянии в настоящий момент. Конечно же, очень важно то, как мы спим, и даже важнее то, на чём мы спим. Однозначно у вас должен быть удобный матрас, у вас должна быть удобная, комфортная подушка, у вас должно быть очень комфортное одеяло. И одна из рекомендаций для людей, которые плохо спят, это приобрести тяжёлое одеяло, которое создаёт эффект, оно вас как бы прижимает к постели и создаёт эффект так, как будто вы окутаны, как будто вы на ручках у мамы или в утробе. И тогда у многих людей нормализуется сон только благодаря этому тяжёлому одеялу. Важно, чтобы вы во время сна не пережимали, например, руку, не подкладывали её под тело, особенно после приёма алкоголя. Часто бывают истории, когда пережимаются, и потом возникают порезы, параличи, и очень долго приходится восстанавливать. Для того, чтобы показать вам различные позы, в которых люди чаще всего спят, мы пригласили нашу модель. Маша, скажи, пожалуйста, как ты чаще всего спишь? Ну, либо так вот. Или вот так вот. Или вот так вот. Окей. Если вы спите на животе, то это может говорить о том, что у вас возник недостаток энергии, хроническая усталость, и вы так устали, что вам лень перевернуться. Пора в отпуск или позаботиться о себе. Маш, давай перевернёмся. Так редко спят люди на спиночку. И прям вот, знаешь, солдатикам, как будто вот по струночке, да. Так редко, но спят некоторые люди. И это говорит о том, что у человека очень много напряжения, он держит в голове много задач. То есть он даже во сне не расслабляется, ему вот нужно всё это контролировать. И очень часто считается, что если люди спят и смотрят вверх, то это лучшая поза, как минимум для лица, оно там не затекает, не возникают морщинки. Но поверьте, что это напряжение, которое есть, оно куда более вредное, чем отсутствие, скажем так, морщинки на лице. Бывает так, что люди спят точно так же на спинке, но разбросив руки, ноги, как звёздочка. Вот это куда более полезная поза. Это человек расслабленный, он радуется жизни, удовлетворён. Но с позиции китайской медицины это не самая полезная поза. Маш, давай ещё покажешь, как ты спишь всегда. Это очень близкая поза к правильной, полезной для здоровья. Нам очень важно в этой позе спать на другом боку, на правом. Давай перевернёмся, как правильно. Можно на ту сторону. В позе эмбриона мы защищаем ночью свою индскую часть тела. Она у нас такая менее защищённая. Ручка должна лежать на бедре. Эта рука должна лежать. Здесь нет подушки. Если бы была подушка, было бы удобнее. Эта ручка лежит перед телом. Вот так. И почему эта поза очень полезна? Потому что в этом положении у нас сердце находится максимально, не пережимается и может распространять кровь по всему организму. При этом печень максимально низка. И там собирается большое количество крови, в которой укореняется наш дух. И у него нет возможности тогда улетать далеко, чем самым создавать нам беспокойный сон. И когда он у нас далеко улетает, то нам снятся неприятные сны. Вряд ли у вас получится усилием воли спать в правильной позе. И для того, чтобы ваш организм ночью решил спать в правильной позе, он должен быть достаточно здоров. Поэтому заботьтесь о своём здоровье. Я желаю вам крепкого и продуктивного сна. И до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова